Все богослужения Великого Поста В первую неделю, воскресный день Великого Поста, церковь вспоминает торжественное восстановление почитания святых икон, события, происшедшие при правлении в Греции царицы Феодоры в 842 году, также в первое воскресенье Великого Поста. Тогда, после периода иконоборчества, восторжествовало православное вероучение. С того времени было установлено совершать ежегодно празднование этой победы торжества православия, чтобы пресечь попытки соблазна лжеучений. На первой неделе Великого Поста церковь отмечает такое великое событие, торжество православия. Не случайно. И, наверное, сердце и разум каждому должны подсказывать, особенно те, кто не заглушил окончательно свою совесть в своей христианской вере, в своем православном исповедании. Каждый из нас хорошенько представляет, что мы все лишны. Мы все несовершенны, мы все недостойны той величайшей благодати и милости, которая явлена самым Богом нам, земным людям, через своего Сына, который взял грехи мира на себя, распял их на кресте, но прежде создал живую, земную церковь, врата Адова, которой нет ли. И мы все крещеные за две тысячи лет принадлежим этой церкви Христову. По крещению, по вере, по природе нашего исповедания. Трудно представить нам сегодня православный храм без святых образов, лики Спасителя и Пречистой Его Матери, и тех, кто прошел этот земной путь, исполнив волю Божию и пожертвовав своей жизнью ради святой веры. Мудрые отцы церкви в далеком 9 веке восстановили праздновать торжество православия на первой неделе Великого Поста. Как раз после того, когда недельку первую строго попастившись, каждый произносит самые дорогие и правильные слова в своей жизни. «Господи, прости меня за все! Прости за всякое зло в мыслях, словах, чувствах! Прости за слабость, равнодушие и безверие! Господи, прости меня и помоги мне!» Именно в это воскресенье звучат удивительные слова. Вечная память тем, кто пронес эту веру, кто удержал эту веру, кто отдал свою жизнь и пошел на смерть ради веры. Потому что она есть подлиннейшее богатство души, духа человеческого. Первая и последняя седмицы Великого Поста считаются самыми строгими. После первой недели, недели покаяния души и взывания к Богу о помиловании, День Торжества Православия восходит, как ясное солнце, зовет сердца осознать радость своего предстояния в правильной отеческой вере. Мне искренне хочется пожелать всем нам, крещеным, ведущим православным, не просто веру, как убеждение, как настроение Духа, верности, верности той вере, в которой мы спасаемся, которая нас приведет в голову и лучи свечисти, верности, порядочности в этой вере. Помните о том, что на нас смотрят и за нами идут. Как мы, так и будут поступать наши дети и внуки, наши друзья. Мы есть осознан, мы есть тот свет, который не должен погаснуть, не должен коптить. Мы просим Бога, чтобы Он недостающее восполнил, чтобы то, чего у нас нет или может быть слишком много и ненужного, чтобы Он это пресекал и направлял только в нужное правильное русло течения нашей человеческой жизни. Он хозяин нашей жизни. Он обладает той силой и властью, о которой мы даже представить себе не можем. Он дает нам дыхание в жизни. Поэтому Ему, источнику жизни, мы всегда молимся и просим, чтобы Он прощал наши грехи и совершатства. И чтобы Он своей божественной силой восполнял недостающее и делал все возможное по своей божественной любви и милости. Чтобы наша жизнь менялась и обновлялась, чтобы нечувствели мы. И чтобы, обладая этой верой правильной, мы сегодня жили и зажигали жизнь на других. В этот день в храмах совершается особое, по силе и торжеству, благодарственное молебнопение. Песня. 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 На этой службе церковь возносит славу всем, подвязавшимся в православии в писании, учении, страдании и богоугодном житии, как защитникам и посудникам укрепления христианской церкви. Также взывает церковь о возвращении в ее луна заблудших душ. И христово церкви обрати и сотвори да все прииду познания вечной твоей истины, молитвами пресвятые владычицы нашей богоугодницы и пресадевы Марии и всех святых. Так же, как много веков назад, в этот праздник на середине храма самые дорогие церкви образы Спасителя и Пресвятой Богородицы, которые всегда пошлют благодатную помощь для укрепления духовных сил всем, взывающим к ним искренним и благодарным сердцем. Современный человек не обделен количеством информации во всех аспектах своей жизни. Скорее, она напоминает мощный поток, натиск которого не всегда легко выдержать. Это касается и духовной сферы жизни. Первые шаги в храме не бывают без жажды знаний о своей вере и правильных источниках ее толкования. Поэтому специальные отделы при российских епархиях указом Святейшего Синода обязаны вести духовно-просветительскую работу с населением. В Волговеченском духовно-просветительском центре святителя Иннокентия Вениаминова в последнем месяце уходящей зимы по благословению правящего архиерея Высокопреосвященнейшего Лукьяна организован набор слушателей катехизаторских курсов. Большого возрастного диапазона. Мы очень много знаем. Есть специальная литература Библии, Евангелия, катехизис, апостолы. Литература очень много. Но вот разложить по полочкам, разложить вот так же, как вот пока я не прочитал книгу толкования Евангелия Бориса Гладкова, я читал Новый Завет, но очень мало понял. Когда прочитал книгу, стало намного понятнее. Я думаю, Владимир Анатольевич нам даже то, что мы знаем, разложит по полочкам, но и, наверное, много чего добавит в эти полочки, чего мы даже и не знаем. Проводит занятие по изучению Ветхого и Нового Завета, Священного Писания, руководитель ипархиального отдела религиозного образования и катехизации, кандидат исторических наук Владимир Анатольевич Пушкарев. Каждое занятие не исключает живой дискуссии, говорящей об активности и заинтересованности слушателей курсов, которым предоставляется возможность узнать больше о священном предании, его духовной ценности и связи со Священным Писанием, связи, которую не потеряла в веках и свято сохранила Православная Церковь. Сейчас мы с вами присутствуем при изучении аспектов Ветхого Завета. Сегодня все-таки в православном мире, в православном богословии доминирует точка зрения того, что Священное Писание – это не какой-то совершенно отдельный путь Бога Откровения, а это форма священного предания. И, собственно, все то, что из уст в уста передавалось от Адама до Моисея, потом это все нашло свое, такое же Писание. Ведь не спустилось же с небес готовое Священное Писание. Бог искал на земле достойных людей – пророков, апостолов, через которых проводил свои откровения. Поэтому такой совместный труд Бога и призванных ими людей. Поэтому, когда мы говорим о Священном Писании, мы всегда должны забывать такого понятия, как Бога-духноверность. Много нового и душеполезного предстоит открыть для себя слушателям катехизаторских курсов. Желающие стать ими могут узнать об очередном наборе этих духовно-просветительских занятий, проходящих по воскресеньям в епархиальном духовно-просветительском центре святителя Иннокентия Вениаминова по телефону 8-914-578-04-09. Напоминаем также, что в дни Великого Поста во всех храмах города проводится Таинство Соборования или Елеосвящения. Это одно из семи главных таинств церкви, избавляющие от душевных и телесных недугов. О расписании проведения Соборования в храмах города вы можете узнать на сайте Благовеченской епархии Благонформ.